Возросление и сепарация программа из 76 шагов. Какое громкое, актуальное название, правда? Много идей прозвучит далее. Заранее буду вас предупреждать, что нет необходимости каждый из 76 пунктов выполнять в своей жизни. Если, внимательно изучив этот урок, вы поймаете себя на мысли, что только один из указанных пунктов будет для вас по-настоящему полезным, это уже прекрасно. С вами Альберт Сафин. Приглашаю начинать. И с педагогической точки зрения полезным будет введение вами конспекта. Конечно, важным является то, что далее скажу я, но не менее важным, а гораздо более важным является то, каким выводом придете вы сами по мере прохождения по этому уроку, по мере его изучения. Человек, как правило, слышит только то, что он сам сказал, и понимает только то, как он сам живет. Новые идеи слабее старых привычек, тоже важно это подчеркнуть. Не исключено, что плавно, по мере изучения этого урока, некие открытия будут происходить у вас, ведь нечто названное уже не имеет над вами такой власти, как это нечто имя не имеющее и на вас медленно воздействующее. Поэтому важно учесть, что мы будем с вами ряду явлений давать имена, которые могут быть полезными. Будем плавно начинать. Я очень рад, что мы с вами повстречались в пространстве этого урока. Вопрос взросления, вопрос индивидуальный. Об этом очень важно помнить. Эта программа предполагает, что для вас данная тема является актуальной. Возросление, сепарация, стремление к отделению. Если вас охватывает желание отправить этот урок кому-то другому, ну вот, посмотри, ведешь себя как ребенок, этот урок будет тебе полезным, чтобы кого-то научить жить, то значит этот урок в первую очередь для вас будет полезным. Потому что желание что-то кому-то доказать, научить другого человека, заставить его жить иначе, это следствие незавершенной сепарации. Тоже важно учитывать. Смотрите, когда я взгляд бросаю вот туда, это я смотрю на деревья за окном. Я буду иногда смотреть в текст, иногда буду смотреть в объектив камеры. Вот он мой взгляд. Привет, дружище! А иногда буду смотреть вот на прекрасные деревья, которые здесь радуют наш с вами взгляд. Итак, если у вас есть желание кого-то другого учить жизни, направить ему этот урок, например, и рассказывать вот так с пальцем, ах, вот ты какой, то значит этот урок в первую очередь будет полезным для вас. Урок будет построен в формате немного теории, она будет рассоредоточена в пунктах и открытые вопросы для самостоятельной работы. Вы на эти открытые вопросы ответившие, и вы это не сделавшие, это два разных человека, вступающих в разное завтра. Знаете, как невозможно войти в одну и ту же воду дважды. Почему? Потому что вы в эту воду вошедший уже не тот, кто в этой воде еще пока не был. Я здесь не буду вашим родителям, не будет такого, вот ты живешь неправильно, вот так вот надо жить. Это было бы странно, это то же самое, что пытаться потушить огонь огнем. Нет, здесь будет идти работа в открытых вопросах. И я подчеркну, я буду их озвучивать здесь, и вы можете в удобное для вас время на них отвечать. Письменно приглашаю я вас, и вы на эти вопросы ответившие уже становитесь немножко в другом состоянии, чем вы были до. Вы наверняка знаете, все есть текст. И текст это фильтры невидимые, которые вас окружают, сквозь призму которых вы означиваете происходящее внутри, снаружи. Поэтому, когда вы пишете любой текст, отвечая на эти открытые вопросы, а почему для вас важна ваша самостоятельность, какую ценность в этом вы видите, какие преимущества благодаря этому становятся возможными в вашей жизни. Вы тот на эти открытые вопросы ответивший, вы таким образом формулируете некий текст, который как фильтр будет влиять на ваше восприятие. А человек это и есть его восприятие, не так ли? Я здесь не буду вашим родителям, я не буду говорить, что надо делать, я буду задавать вопросы. А что делать, решаете вы, это жизнь ваша. Здравствуйте. Какие есть проблемы инфантильности, незавершенные сепарации, инфантильность как состояние, когда человек, неважно в каком возрасте, функционирует так, словно ему 5 лет. Вот как метафора. То есть, я предполагаю, с какими проблемами жизненными человек мог обратиться к этому уроку. Этот урок, как и все остальные, является целостным, самостоятельным, наполненным. Не будет никакого, а хотите узнать об этом подробнее, то переходите по ссылке. Нет. Я нахожу это неэтичным, так делать нельзя и ни в коем случае, да, и как-то искушать, да, и рассказывать, что где-то есть нет. В теме, связанной с психологией, уроки, учебные материалы, на мой взгляд, должны быть цельными, самодостаточными, в первую очередь. Чтобы не эксплуатировать некие болезненные кнопки зрителя, чувство дефицита, что вот где-то там, где-то в будущем есть нечто такое. Этот урок, он объемен, он целен, он наполнен, он самодостаточен. У меня вообще нет платных онлайн-курсов. Чувствуете себя в безопасности, изучая уроки. Нет ничего такого, что я думаю одно, а говорю другое нет. Итак, то, что я не буду здесь вашим родителям, а я буду создавать поддерживающую среду, где мы с вами в первую очередь на равных, и буду задавать вам открытые вопросы. Я это озвучил выше. Это очень важный момент. Было бы странно записывать урок, посвященный сепарации, в такой манере. Ну, посмотри на себя, что ты ведешь себя, как маленький. Вот тебе, что надо в жизни делать, и тогда взрослым ты станешь. Да, это получается, вот я метафору выше обозначил, подобно тому, как пытаться тушить пожар бензином. Нет. Я буду задавать вопросы. Итак, проблема незавершенной сепарации. Вы можете посмотреть, есть ли такие, которые с вами созвучны. Охватывающая необходимость в одобрении родителями. Главное жить так, чтобы маме, папе это все нравилось, и это было с ними созвучным. Не всегда родители обывателя являются с психологической точки зрения адекватными людьми и надеяться на то, что родители это какие-то уникальные люди, обладающие невероятной силой, божественной. И знаете, это какие-то феи, динозавры и волшебники. Это значит тоже признак незавершенной сепарации. Давайте подчеркнем. Родители ваши, мои, кого угодно, это такие же люди, как мы с вами, со своими плюсами, недостатками своими. Просто чуть постарше. Это такие же люди из плоти и крови. И во многом вот возрастление человека идет рука об руку с его пониманием, что родители его это такие же люди, как он и сам. Без какого-то очарования, таинства и трепетного восприятия. Нет, это люди. Это люди в первую очередь. Начните считать ваших родителей людьми. Это человеки, которые потеют, переживают, волнуются, смеются, улыбаются, совершают ошибки, хитрят иногда. Это люди в конце концов. И ничто человеческое им не чуждо. И поэтому посвящать свою жизнь необходимости получать постоянно одобрение с их стороны, это не самая лучшая стратегия жизни. Проблемы незавершенной сепарации. Финансовая зависимость от родителей. Об этом мы будем говорить далее. Я предполагаю, что этот урок посвящен совершеннолетним дееспособным людям. Неспособность и нежелание взять ответственность за свою жизнь на себя. Детская модель поведения от дитя к родителю. То есть не на равных от взрослого к взрослому, а от дитя к родителю. Я достаточно хорошо себя веду. Тебе же нравится, что я делаю? Ой, даже не знаю. Видите, если у человека проявления в жизни построены снизу вверх, от его ребенка к родителю другого, и он ищет одобрение у каждого, воспринимая каждого как своего родителя в сне своего бессознательного, то значит есть над чем работать. Кто бы перед вами ни был, хоть это президент галактики и вселенной, да, взаимоотношения на равных от взрослого к взрослому. Какие вы здесь решения видите? Готовы ли вы услышать мою точку зрения по этому вопросу, да? Разрешая себе делать известной свою точку зрения, разрешая другому сказать мне «нет», если ему не созвучны идеи, о которых я сказал выше. Незнание своих границ, регулярное их нарушение у себя и атака на чужие границы. Не могу сказать «нет», беру на себя задачи, заранее зная, что выполнить я их и не хочу, и не способен, но беру, как я мог. Но как я могу сказать им «нет», да? Вот незнание своих границ, неумение их отстаивать. И атака на чужие границы тоже. Тебе не стыдно так себя вести? Видишь, как ради тебя стараюсь, о чем ты вообще говоришь? Как правило, история, связанная с границами, имеет двусторонний характер. Если у человека тот является границей, которого регулярно нарушаются, то, как правило, он и сам нарушает границы других людей. Страх перед негативной реакцией других на свое решение. Вот я наблюдаю, что у меня здесь есть ошибки в тексте с точки зрения окончаний. Надеюсь, ошибок с точки зрения орфографии не будет. Но даже если будет ничего страшного, ой, я совершил ошибку, наверняка в комментариях люди будут писать, а всем ли этот урок понравится. Да какая разница, мне урок нравится. Итак, страх перед негативной реакцией других на свои решения поведения. Желание – это очень важный пункт. Исправить, вылечить, в кавычках, своих родителей. Я должен исправить, должен поменять, должен доказать, что они все-таки правы или неправы. Или других людей. Отпускаем плавно. Об этом будет идти речь далее. Далее, неспособность оставить их им. Под их, я не родителей даже имею в виду, сепарационный процесс является всеобъемлюющим. И в зависимости от того, что из себя представляет модель, которая куется ребенком и условиями, в которых он находится в детстве, во взаимоотношениях с родителями, в полной семье или с мамой, папой, не в полной семье, например, то по умолчанию она потом реактивируется во взаимоотношениях с другими людьми. Эта тема очень важная и животрепещущая. Поэтому неспособность оставить их им – это кого угодно. Когда касается гневный комментарий в этом уроке – это их, и я оставляю это им. Чтобы другой человек обо мне не думал, это его, и я оставляю это ему. Это вообще не обо мне, да, вот это важный момент. То есть я не слипаюсь с ним, не сливаюсь с ним воедино. Я и другой человек – это совершенно отдельные люди, между которыми есть пространство. И кого бы это ни касалось, да, я родители – это я и отдельные люди. Я и коллеги – это я и отдельные люди, да. Все-таки давайте заметим, что вот между нами есть воздух, да. Итак, а в незавершенной сепарации в данном случае здесь, хотя этот процесс может продолжаться всю жизнь человека, здесь нет такого, завершена она или не завершена, это лишь образ мысли такой, да. то вот этот момент является процессом, да. Итак, а в случае, да, с незавершенной сепарацией, у человека в его восприятии словно он является продолжением другого. Не отдельным человеком со своей пищеварительной системой, например, а пальцем другого человека, да. Желание исправить, вылечить родителей других людей, неспособность оставить их им, ощущение себя маленьким и никчемным в этом большом мире. Жизнь с родителями в зрелом возрасте, ожидание решения своих проблем другими людьми, да. Вот если какие-то из этих пунктов с вами созвучны в данный момент времени, все в порядке, вы не первый и не последний. Кроме того, то о чем ткань этого урока, это и меня тоже касается. Нет такого, что, знаете, я в белом пальто нахожусь, начинаю жизни учить других людей, а сам такой, что комар носа не подточит. Я человек! Меня идеализировать тоже не надо, вне зависимости от того, что иногда в пространстве своих уроков я умничаю. Давайте я подчеркну, что я тоже со своими приколами. Все в порядке. Я вместе с вами прохожу этот путь. И здесь не так, что мы по разные стороны находимся. Мы с вами вместе сейчас смотрим на то, с чем можно работать. И проговаривая этот материал, я делаю его для себя плотнее, еще лучше понимая эти процессы. Ведь нечто, будучи проговорив, становится тем, что становится более понятно. И легче в этом потом ориентироваться. Обратите внимание, может быть, выглядит для вас странной подача этого урока. Я говорю плавно, не спеша, иногда артикулируя каждое слово, потому что плавно, преодолевая пункты этого урока, плавно я по ним прохожу, и я еще параллельно их обдумываю, размышляя о том, что еще можно добавить и прокомментировать. И вот я так подчеркиваю, каждый зачастую окончание явно, каждый звук в слове, зачастую букву, даже когда в слове звук можно не подчеркивать. Это способствует моему фокусу и вниманию в здесь и в сейчас. То есть я таким образом удерживаю фокус внимания на моменте в сейчас, в этом уроке, чтобы не улетать куда-то в там и тогда. Смотрите, обратите внимание, программа сформулирована во первом лице. Я буду говорить о себе, как я это понимаю. Вы, работая по этой программе, тоже работаете в первом лице. Я изучил ряд проблем выше. Да, я изучил эти проблемы инфантильности, сформулированные выше. Я нашел те, которые имеют отношение ко мне. Я их вижу. Я их признаю. Я готов над ними работать. Я разрешаю себе над ними работать. Вот, да, этот четвертый пункт. О чем он? То есть вы изучили эти проблемы, вы, может быть, увидели те, которые имеют отношение к вам, или какие-то другие. Вы их увидели, вы их признаете, вы готовы над ними работать. И вы разрешаете себе над ними работать. Вы открываете пространство учебного процесса. Я знаю, что сепарация – это процесс становления личности, который выражается в отделении ребенка от родителей. Это нормально. Вот точно так же, как семечко с растения падает, отделившись от родителя, начинает плавно пускать корни в свою почву, чтобы стать самому самостоятельным растением. Да, вот метафора такая. И вы, может быть, не знали, что сепарация – это процесс становления личности, который выражается в отделении ребенка от родителей. Но теперь-то вы это знаете, и вы таким образом формулируете в вашем конспекте. Я знаю, что сепарация… Либо вы можете добавить. Я теперь знаю, что сепарация это процесс становления личности, который выражается в отделении ребенка от родителей. От чего мне важно отсепарироваться? Вот здесь очень важно знать, что объект вторичен. Я понимаю, что человек может прыгать из одних отношений в другие, временно сливаясь с другим в единое целое. То есть человек может, например, завершать одни взаимоотношения или его там бросили, скажем мы здесь, хотя, как правило, в результат взаимоотношений вносит вклад каждый из его участников. За исключением случаев, описанных в уголовном кодексе, на всякий случай я добавлю. Ну так вот, человек с незавершенной сепарацией может прыгать из одних отношений в другие, думая, что проблема разбитого корыта личной жизни его заключается в очередном Геннадии или Кирилле, или там Виолетте или Екатерине, и не отдает себе отчет в том, что они лишь объекты в данном случае. Это не завершенной сепарацией, а объект вторичен, да? Здесь я добавлю, что человек, как правило, порождает такие события и взаимоотношения в своей жизни, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции, подтверждать привычные убеждения о себе, о других и о мире. И объект здесь вторичен. Вспоминаю такую юмореску. Станислав, большой тебе привет, если смотришь, когда... Эх, что-то небо низкое, небо сегодня низкое, да? Что если у человека вот гнев, недовольство накоплены, то даже небо может стать для него поводом на него бочку покатить. Да, небо низкое. Ну так вот, объект вторичен. Я вас... Об этом тоже будет идти речь далее в уроке, но пункт шестой. От чего вам важно отсепарироваться? От чего вам важно отделяться? Об этом важно помнить. Что значит для меня становление моей личности? Каким я выбираю быть? Почему для меня это важно? Что значит для меня отделить себя от родителей? Вот я приглашаю вас ответить на эти открытые вопросы. Потому что это ваш уникальный, ваш индивидуальный ответ на эти вопросы. То есть прежде чем чем-то заниматься, важно понять, для чего этим заниматься, какую ценность вы в этом видите, и что для вас в этом является важным, когда вы уже с этим справились. То есть пункт седьмой предполагает, что чтобы продвигаться дальше, вы на эти открытые вопросы ответили письменно, поразмышляв о них, например, хотя бы минут 15. Я знаю, что сепарация это постепенно, в зависимости от возможности и возраста, полное взятие на себя ответственности за решение всех проблем в моей жизни. Да, приглашаю вас поразмышлять. А вот какой вы, когда все свои жизненные задачи вы готовы взять на себя и успешно с ними справляться? Какой вы, когда вы тот, кто справляется с ними наилучшим образом? Представьте себя тем, кто способен справляться с задачами в вашей жизни, удовлетворять потребности, которые у вас есть, да? И не надеяться, что кто-то другой их удовлетворит. Удовлетворение ваших потребностей – это целиком и полностью ваша ответственность. Удовлетворение ваших потребностей, любых абсолютно, это целиком и полностью ваша ответственность. Удовлетворение ваших потребностей – это целиком и полностью ваша ответственность. Я понимаю, что сепарация – это стремление к делению. Я понимаю, что человек может входить в слияние не только с людьми, но и с алкоголем, с работой, с кумиром, с котом и так далее. Я этим пунктом 11 подчеркиваю, насколько объект вторичен. Я понимаю, что процесс сепарации продолжается всю жизнь человека. Этот пункт для того, чтобы не было такого. Ну когда же, ну когда? Это процесс в данном случае, это путь. И поэтому здесь является важным момент не когда этот путь будет завершен, а важен момент, когда выбираете вы его начать. И как благодаря вашему прохождению по этому пути жизнь ваша становится лучше. Я понимаю, что семейный сепарационный процесс это прототип того, как сепарация разворачивается в жизни в целом. Это очень трогательный важный момент. Семейный сепарационный процесс это прототип того, как сепарация разворачивается в жизни в целом. Человек, не прошедший эту семейную сепарацию и до сих пор пребывающий в состоянии получения одобрения родителей, который может вестись на манипуляции и переживать, если кто-то положил трубку и значит, видимо, ей что-то не понравилось или ему, что я сказал. Как правило, такому человеку будет немножко сложновато строить доверительные долгосрочные взаимоотношения с другим в романтическом плане, в партнерском плане, в межличностных взаимоотношениях с другими. Поэтому семейный сепарационный процесс это прототип того, как сепарация разворачивается в жизни в целом. Важно об этом помнить. Я понимаю, что сепарация неотъемлемая часть моего развития. В раннем детстве формируется рабочая модель поведения, выстраивание отношений с другими, которое реактивируется потом во взаимодействии с другими. То есть, если дитя регулярно чувствовало себя виноватым перед кем-то из своих родителей, то в дальнейшем и с другими будет выстраивать такие взаимоотношения, чтобы себя виноватым чувствовать. Вот важный момент, который реактивируется потом во взаимодействии с другими. Я понимаю, что процесс сепарации важен не только с точки зрения отношения с родителями, да, очень важно об этом учитывать, видите, я это постоянно подчеркиваю, но и с точки зрения отношения с любым человеком в моей жизни. Представьте, я получил гневный комментарий на свой урок, я начинаю об этом думать, переживать, волноваться, ночами не спать. Получается, я не отсепарирован, не отделен от этого комментария, принимаю это на свой счет. И этим комментариям словно реактивируется, реактивируется некогда забытый сон взаимоотношений с кем-то из родителей. Понятно, да, что вообще в комментарии повод вторичен, здесь объект вторичен. Семейная сепарация – это процесс, предполагающий последовательное осознание взрослеющим человеком и его родителями отделенности друг от друга с формированием независимости, что сопровождается эмоциональными переживаниями. Здорово, когда этот процесс протекает с взаимной поддержкой, без препятствий с каждой из сторон. Когда своего рода такая метафора – родители благословляют детей на их самостоятельную жизнь, поддерживают их и не боятся стадии жизненного цикла семьи, как опустевшее гнездо, когда дети покидают родительский дом. Это является абсолютно нормальным в этом течении жизни. Вот когда нет препятствий со стороны родителей, и они поддерживают своих детей в их взрослении, в становлении – это хорошо. Хорошо, когда сам ребенок готов преодолевать, ну уже не ребенок, уже подросток, уже потом человек совершеннолетний, преодолевать сложности на своем пути в этом становлении, находить в себе силы, плавно уже брать за свою жизнь ответственность на себя. Но здесь помните, что вы не можете залезть в голову другому человеку и как-то заставить его иначе проявляться. Здесь вы не можете, да, бывает и физической такой возможности нет, если, например, родители не живы, да, или неполная семья, и человек и не знает о своих родителях, да, допустим, или о ком-то из них. Вдруг все равно родительские фигуры, заполняющие такое эго-состояние родителя, они есть так или иначе, хотя бы персонаж Рокки Бальбо из фильма «Рокки 4», допустим, да. И поэтому здесь в любом случае этот внутренний вакуум требует заполнения себя хоть чем-то, чтобы заполнить эти резервуары. Поэтому в первую очередь будет идти речь о том, как человек сам с этими резервуарами у себя работает. Итак, семейная сепарация – это процесс, предполагающий последовательное, без резких движений, это плавный процесс, осознание возрослеющим человеком, а вы, кстати, сейчас, да, спустя 27 минут, точно спустя 27 минут после изучения этого урока, и вы 27 минут назад, это тоже два разных человека, вы стали чуть старше за это время, то есть процесс взросления, давайте скажем, идет, вот это осознание возрослеющим человеком и его родителями, по-хорошему, отделенности друг от друга с формированием независимости, что сопровождается эмоциональными переживаниями. Это абсолютно нормально. «Что значит для меня быть взрослеющим человеком?» – отвечаете вы на открытый вопрос. «Как я понимаю свою взрослость?» – отвечаете вы. «Что значит для меня моя независимость?» – почему она важна для меня? «Как я готов прожить неизбежные эмоциональные переживания, связанные с процессом моего взросления?» Видите, это важный момент. Эти эмоциональные переживания, оглядываясь назад, вспоминаю я, как завершив 9 классов и начав свою самостоятельную жизнь в Санкт-Петербурге, обучаясь в колледже, я иногда даже физически чувствовал эти эмоциональные переживания, что буквально недавно я проживал вместе с мамой и папой, а сейчас я сам организую свой быт. Будьте, здрасте, распишитесь. И это нормальный процесс этих эмоциональных, даже в том случае это физических переживаний, что даже чуть ли не физически было больно от эмоциональных переживаний. Это нормально. Я уже тогда, я понимал, с чем это связано. Это переструктурирование системы жизни, это нормально абсолютно, что сейчас я адаптируюсь в новые условия, я к этому готов, я на это шел, я с этим работаю, где могу я устроиться, листовки пораздавать после учебы. Вот плавно взятие ответственности за финансовую, хозяйственную, бытовую компоненты своей жизни на себя. Это нормально. Зачем конкретно мне нужна сепарация? Какой может стать моя жизнь благодаря этому процессу? Видите, как много открытых вопросов в начале, чтобы создать у себя достаточный вес мотивации в этом направлении двигаться. Я понимаю, что отдельное проживание от родителей не является гарантией сепарации. Это тоже важно помнить, что если я буду проживать отдельно от родителей, и все, я взрослым стану. Это будет этому способствовать, но это не является гарантией. Я понимаю, что создание собственной семьи и рождение своих детей не является гарантией сепарации. В девятнадцатом пункте человек может проживать отдельно от родителей, но постоянно в голове своей с ними сверяться, спрашивать и нервничать, если не сразу взял трубку, когда ему позвонили, увидел неотвеченный. Хотя проживает отдельно. У человека может быть собственная семья, рождение своих детей, это тоже не является гарантией сепарации, когда каждый раз данный человек, например, переживает, если бабушке что-то не понравилось, понимаете? Я понимаю, что возможное безразличие к родителям тоже не является гарантией сепарации. Человек может сказать, а мне вообще все равно, что они думают и чего они хотят. Я вообще об этом не думаю, мне вообще все равно. В данном случае я вас поздравляю, как раз этот урок и для вас. Я понимаю, что даже проживание на другом материке не является гарантией сепарации. Я готов определить, чем для меня выгодно незавершенная сепарация, какие выгоды благодаря этому я получаю. Тоже 23 пунктом, если до этого немножко теории и понять, почему для меня важно в этом направлении двигаться, то сейчас пункт, а почему я в этом направлении не двигался до. Ведь какие выгоды человек может получать благодаря вот этой незавершенной сепарации? Он умеет возможность быть пассивным и не прилагать усилий в своей актуализации, в своей жизни. Он может иметь иллюзию безопасности. Мама с папой или кто бы то ни было о нем позаботятся. У него есть возможность убегать от одиночества. Есть хотя бы кто-то, есть кто-то хотя бы, с кем он может поконфликтовать на кухне. У него есть финансирование извне и так далее. Вот если речь идет об этой недосепарации, то какие выгоды в этом для себя вы видите? Очень важно, чтобы что-то пригласить в свою жизнь, важно увидеть выгоды, которыми вы обладаете благодаря тому, что этого чего-то в вашей жизни нет. Я честно признаюсь себе, в чем я зависим от родителей. Вот эти пункты важно для себя сформулировать и честно себе признаться. Помните, этот урок имеет сугубо индивидуальный характер. Бывает, что человек всю свою жизнь живет, например, с мамой, является для нее одновременно и смыслом жизни, и она является и для дочки своей смыслом жизни, и для сыночка. И вот они вместе за ручку ходят, и вот они друг в друге себя нашли. И давайте будем тоже помнить, что в сегодняшнем дне и у такого формата жизни есть возможность себя разворачивать. Этот урок ни в коем случае никому силы я в уши или в мозг не заталкиваю. Поэтому даже если человек недосепарирован и всю свою жизнь посвящает необходимости соответствовать ожиданиям родителей, обслуживать и запрещать себе жить самостоятельно и быть постоянно рядом в данном случае, потом вообще для них сам родителем становится, в этом никаких проблем нет. Предполагается в этом уроке, что для вас конкретно это является тем, с чем вы готовы работать. Поэтому 24 пункт, честно признаться себе, а в чем от родителей вы зависимы. Нет необходимости сразу резким движением отсекать все это, нет, плавно. Хотя бы увидеть это, хотя бы признать себе, признаться в этом, хотя бы спокойно на это смотреть. Я разрешаю себе делать шаги в сторону увеличения самостоятельности моей в этих сферах, и мой план действий такой. А вот уже к 25 пункту, уже понимая сказанное выше, что выбираете вы в жизни предпринять. Я понимаю, что сепарация затрагивает как и внутреннюю сторону, вот это внутреннее, да, невидимое глазом зачастую, становление самостоятельности, личностная зрелость, и внешнюю сторону, способность самостоятельно организовать свою жизнь. И внутренняя, и внешняя стороны, они крайне важны. И не надо исключать ни одной из них. Внешняя сепарация – это финансовая независимость, территориальная независимость, бытовая независимость, досуговая независимость. То есть вы финансово независимы, вы самостоятельно способны зарабатывать деньги. У вас есть территориальная независимость, у вас есть некая жилплощадь, жизнь на которой протекает сугубо по вашим правилам. У вас есть бытовая независимость, то есть вы способны сами распоряжаться вашим бытом. И досуговая независимость, вы способны сами распоряжаться вашим временем, вашими развлечениями, вашими интересами. Являюсь ли я финансово независимым? Что я выбираю делать в этом направлении? Смотрите, и вступать в брак крайне важно, строить взаимоотношения человеку, будучи сепарированным уже. Понимающим отдельность свою и отдельность своих родителей. Когда я говорю финансово независимый, это тоже вопрос очень важной финансовой функции семейной системы. Если семейная система организована таким образом, что есть, например, супруги, и денежный поток идет преимущественно через супруга, допустим, то деньги, которые зарабатывает семья, это деньги, вклад, в которые вносит каждый член семьи поровну. Об этом важно помнить. Что я выбираю делать в этом направлении с точки зрения вашей финансовой независимости? Могу ли я адаптироваться к разным социальным ситуациям? Что я выбираю делать в этом направлении? Есть ли у меня личная территория? Спрашивают ли другие разрешения на ее посещение? Что я выбираю делать в этом направлении? Может быть, с кем-то переобозначить соглашение? Решаю ли я свои бытовые вопросы самостоятельно? Что я выбираю делать в этом направлении? Могу ли я сам выбирать, как распоряжаться моим временем, моими отношениями? Что я выбираю делать в этом направлении? То есть, в первую очередь, я приглашаю вас поразмышлять. А что значит для вас внешняя сепарация, компоненты, из которых она состоит? И в отношении каждого из этих компонентов, что выбираете вы делать, поразмышлять об этом? Что из себя представляет мое пространство? Что я выбираю делать в этом направлении? Внутренняя сепарация. Я понимаю, что человек по умолчанию хочет одновременно и измениться, и остаться прежним. То есть, внутренний сепарационный процесс в данном случае здесь является амбивалентным. С одной стороны, человек хочет измениться, расти, взрослеть, но с другой стороны, он по умолчанию стремится в привычное положение вещей. Я такой маленький, а не такие большие. С одной стороны, стремление к привычному положению вещей, отождествление с семейной ролью, буду ребенком, буду как мама, буду как папа, желание удерживать привычные убеждения, смыслы, должно быть вот так и никак иначе, протест против отделения для обретения самостоятельности. Этим и обусловлено сопротивление к сепарации. Я принимаю свое желание не отделяться и не взрослеть. Это нормально. Что это для меня значит? Человек не взрослеет, если он не принимает свое желание хотеть быть ребенком. Я принимаю свое желание быть маленьким пупсичком ребенком, хорошеньким таким пушистым. Когда за меня все сделают, приготовят, в рот положат, причешут, спать положат и укутают одеялком, и еще вот так вот ладошками подобьют его, знаете, словно я нахожусь в колыбелечке. То есть признать это желание, это значит не быть его заложником. Все в порядке. С другой стороны, желание обрести новую картину мира, принять и развивать свою самостоятельность, желание быть отдельным, взросление. Чем был я мотивирован, завершив 9 класс, попросив разрешения у родителей начать обучаться в колледже, уехав в Санкт-Петербург. Это не очень далеко, это 60 километров от того места, где я родился, вырос и обучался в школе. Родители мне разрешили это. Вот это желание обрести новую картину мира может же быть по-другому, а не только так, как я впитал в детстве. Принять и развивать свою самостоятельность. Теперь я еще и думаю, что я буду сегодня есть на завтрак, обед, ужин. Желание быть отдельным, взросление. С одной стороны, а с другой стороны, стремление к привычному положению вещей. Я пришел, уже еда готова, надо только разогреть и поесть. О финансовом компоненте в жизни есть вообще возможность не думать. Все, что надо, купить можно, да, там, канцелярские товары и прочее. Видите, вот эта амбивалентность и вот это два разнонаправленных вектора, которые важно учитывать. Каждый из них принимая. Я понимаю свое желание быть маленьким пупсиком, за которого все делают. И я принимаю свое желание взрослеть и строить свой мир и свою картину мира. Эти оба желания есть во мне, и я говорю им, да, я нахожу в них баланс. Я принимаю свое желание взрослеть и развивать свою самостоятельность. Это нормально. Что это значит для меня? В чем заключается мой баланс? Почему родители могут препятствовать сепарации своего ребенка? Это стремление сохранить родительскую власть, чувствовать силу, свою значимость, молодость. Когда дети маленькие, либо они уже не маленькие давно, но в восприятии они маленькие, значит и я как родитель молодой. Активность на фоне маленького ребенка, столько суеты можно делать, столько движухи, столько упорядочивания времени, стремление реализовать свои несбывшиеся мечты через ребенка, потребность в стабильности своего сценария жизни. Я же родитель. А как быть родителем, когда ребенок становится самостоятельным? Маскировка страхов одиночества и смерти. Важно в неполных семьях, только удерживая ребенка, родители могут чувствовать, что у него есть семья. Смотрите еще важный момент. Это, конечно, вопрос вероятности. Здесь это, как правило, чаще такое является. Смотрите еще какой важный момент здесь. Почему этот пункт я обозначил? Что если у человека есть проблемы с сепарационным процессом, значит были препятствия в этом направлении со стороны его родителей. Их тоже важно увидеть, признать и принять. Это нормально, что ваши родители мешали вам в рождении вашей самостоятельности, таким образом стремясь сохранить родительскую власть над вами. Понятно? Вот этот момент, сороковой пункт, он важен с точки зрения того, чтобы понять и принять. Это же тоже люди, в конце концов. Мама и папа – это люди. Это не какие-то божественные создания, обладающие магической силой. Это люди. Человеки. Я принимаю эти особенности, это нормально. Я разрешаю себе с этим работать. Что это значит для меня? Что может быть препятствием сепарации? Желание вернуть утраченный объект. Родителей, таких больших и меня такого маленького. Вы не вернете. И вот здесь есть эмоциональные переживания. Вы не сможете залезть в утробу матери обратно. И как важно найти в себе силы, плавные потихонечку это признать. Возможные временные симптомы утраты. Снижение интереса к внешнему миру – тоже нормально. Фокус на печали, на грусти, заторможенность в действиях. Возможные упреки себя. Да как я могу? Как я могу говорить «нет»? И даже оскорбление в свой адрес. Какой я бессовестный, скотина. И ожидание наказания. Накажите меня, да? А объект вторичен. Такая структура может быть уместна и по отношению к соседу по офису. Нормально плавно перейти в состояние, к состоянию согласия с реальностью. Теперь так и тем фактом, что освободившуюся энергию можно отвлечь от связей с потерянным объектом. Вот я выше подчеркнул. Вот эти эмоциональные переживания, связанные с началом самостоятельной жизнью. Куда можно их направить? Куда направить освободившуюся энергию? В моем случае тогда в работу, учеба в колледже не требовала особых усилий. Я там и домашние задания это не делал никогда. И вел единую тетрадь, как конспект для всех уроков. Это было просто пространством веселья. А вот в работу, что я могу поделать, где могу подзаработать, где еще подсуетиться и прочее. Вот в это направлять, во что вы можете направить эту освободившуюся энергию от утраченного объекта. Я принимаю эти особенности, которые могут быть на вашем пути. Это нормально. Я разрешаю себе с этим работать. Что это значит для меня? Признаки внутренней сепарации. То есть то, что будет плавно становиться плотнее и ярче в вашей жизни неизбежно по мере взросления. Это целостность я. Я думаю, здорово, что я сейчас записываю этот урок. Я чувствую радость от работы по этому уроку. Я делаю, я записываю этот урок. То, что я хочу, я хочу его записать. Я могу, я могу его записать. Это созвучно моим ценностям. Что это значит для меня? У человека в состоянии недосепарации нет понимания того, что для него является важным. Какими ценностями он обладает? Ценностями. Что для него важным является? Процветание. Является ли для вас важным? Что оно из себя представляет? Ответственность. Является ли она для вас важной? Что из себя она представляет? Это ваше здоровье? Ваша гармония? Вот, как правило, ценности можно сформулировать одним словом. То, что является с вами созвучным, и то, что выбираете вы проживать в вашей жизни, добавлять в вашу жизнь. То, что созвучно с моими ценностями, я делаю. То, что с моими ценностями не созвучно, я этому говорю нет. Кого бы это ни касалось. Что из себя представляют ваши ценности? Чтобы организовать свою жизнь так, вот эта целостность «я», что из себя представляет? Я думаю, я говорю, я чувствую, я делаю, я такие события создаю, которые я хочу, могу, и они созвучны с моими ценностями. Позитивное отношение к себе. Какие у вас есть сильные стороны? Чем вы гордитесь? Какие у вас победы за день? Что это значит для вас? Сегодня день завершая, я подумаю, какая у меня победа за день. Это запись и публикация этого урока. Готовился я к нему не сегодня. Я посвятил время подготовки к нему, сегодня я посвятил время его записи и публикации. Я вот вспомню мои победы за день. И очень важно у человека в недосепарации нет позитивного отношения к себе. Выковывать это позитивное отношение к себе. Какие у меня сильные стороны? В чем я хорош? Чем я горжусь? Какие у меня победы? Что это значит для меня? Принятие себя. Я есть, я в порядке, такой, как уже есть сейчас. Я принимаю свои плюсы и минусы. Что это значит для меня? Стремление к идеализации и видеть себя гениальным, уникальным. Я приглашаю отбросить это в сторону. Как правило, такое стремление лишь множит печаль. Есть я, есть Альберт. Вот такой человек с шедевральной прической, записывающий уроки, которые ему нравятся. Иногда ставящие неправильное ударение в словах. Я это принимаю. По-вразному бывает. Иногда я люблю ничего не делать. Иногда мне нравится заниматься творчеством, продуктивно. Я занимаюсь любимым делом. Вот я есть. Я себя принимаю. Каждый грамм своего веса. Каждое свое желание встать попозже, лечь попозже, лечь пораньше, встать пораньше. Свои предпочтения с точки зрения питания, с точки зрения взаимоотношений с другими людьми. Какие взаимоотношения с ними я выстраиваю. Что для меня важным в этом является. Что является неважным. Я принимаю. Я человек. И не требую от себя быть каким-то гениально, уникально, особенным. Мир будет существовать и после меня. Точно так же, как он был и до меня. И все с этим в порядке. У меня есть возможность жить, я говорю этому спасибо и я живу. Вот это принять. Что это значит для вас принять себя? Вы не лучше других, вы не хуже других. Вы сами, вы есть. Определенность и гибкость личных границ во взаимодействии с другими. Умение сказать нет. Что это значит для меня? Тренировать. Человек начинается там, где он разрешил себе. И он говорит уверенно нет на то, что с ним не созвучно. Чтобы он не представлял из себя какую-то жижу, он начинает говорить нет. И его способность говорить нет тому, что с ним не созвучно. Это и есть форма, которую он наполняет. Что значит для вас уметь говорить нет? Простейшая формула хорошего бесконфликтного отказа представляет из себя четыре шага. Уверенная нет. Аргументация. Поддержка. Предложение альтернативы. Альберт, помоги мне поднять шкаф на пятый этаж. Я точно не буду это делать. Уверенная нет. Аргументация. Это вне моих приоритетов. Я занимаюсь записью уроков. Поддержка. Понимаю, что тебе, может быть, хотелось бы, чтобы я помог тебе справиться с этой задачей. Альтернативные варианты. Могу порекомендовать классную службу грузчиков, услугами которой сам пользуюсь. Рассказать. Видите, бесконфликтный отказ. Давайте еще раз. Тренировать. Даже если изучив этот урок, особенно если вам сложно сказать нет, кому бы то ни было, то сформулировать на эти просьбы этот отказ, добавлять в свою жизнь, тренироваться может быть полезным. Альберт, давайте какую-нибудь просьбу придумаем. Альберт, выйди за меня завтра на работу. Не предложу такой вариант. Да, уверенная нет. Аргументация. У меня завтра уже есть планы, которыми я буду заниматься. Поддержка. Понимаю, что тебе хотелось бы подобрать для себя завтра замену. Альберт, альтернативные варианты. Позавтра точно не предвожу. Если захочешь, можешь в рабочем чате написать свой запрос. Или, ну, имей в виду, что в дальнейшем можешь обращаться ко мне с такой просьбой. В принципе, я готов меняться сменами. То есть, да, это первый пример пришел в голову. В данном случае, если действительно такое намерение есть. А если нет, то в дальнейшем не рассчитывай на это, так как я заранее ставлю свой график и не готов сменами меняться. То есть, если вы заранее знаете, что нет, и вы обнадеживаете другого человека, то вы не с другим человеком-то сейчас общаетесь. А с кем? Да. Итак, двигаемся дальше. Способность самостоятельно планировать и распоряжаться жизнью в соответствии со своими ценностями. Что это значит для меня? Что значит для вас? Планировать свою жизнь, распоряжаться ею, иметь ваши ценности. Что это значит для вас? Выдерживать ожидания, способность трудиться для получения результатов не прямо сейчас. Что это значит для меня? Формирование с другими выраженных договоренностей и их выполнение. Не допуск подразумеваемых соглашений. Что это значит для меня? Не, ну они сами все поймут. Не, они же сами все понимают. Нет, это подразумеваемые соглашения, выраженные. Правильно ли я понимаю, что мы делаем А во время Б, с словием С, и начинаем мы Д, например. Четко. И если вы с кем-то заключили договоренность, вы ее выполняете. Для человека, для которого успешно проходит процесс сепарации, для него его слово обладает колоссальным весом, он за слова, я бы сказал, отвечает. Он не берет на себя договоренности, выполнять которые он не хочет или не может. Он уверенно говорит, нет, это важно помнить. Заключая только такие договоренности с другими людьми, выполнять которые он и хочет, и может. Вот о чем это для вас. Пункт 52. Адекватное выражение чувств, обиды, гнева, да, если есть. Способность переносить жизненные трудности, разлуку, неодобрение, критику. Что это значит для меня? Произошла ситуация А. Я чувствую по этому поводу Б. Это создает риски С. Приглашаю вас обсудить Д. Это важно, потому что Е. То есть не надеяться, что другие люди прочтут мои мысли. Нет, люди читать мысли не умеют, кстати, вот кроме нас с вами. Да я шучу, никто не умеет читать мысли. И поэтому адекватное выражение чувств. Произошла такая-то ситуация. Я по этому поводу почувствовал вот это. Это создает, на мой взгляд, вот такие риски в наших взаимоотношениях. В связи с этим я тебе предлагаю вот это обсудить. Я считаю это важным, потому что вот это. Что думаешь по этому поводу? Да, то есть адекватно выражать ваши чувства, делать известным, чем они вызваны. Способность при расставании сохранять внутреннюю силу. Что это значит для вас? Вот знаете, есть очень миф страшный. Есть страшный миф, который настолько портит жизнь людей. Миф заключается. Он единственный или она единственная. Нет единственных людей. Это жестокая правда, я вам скажу. А вот этот миф, вера человека в том, что это самая настоящая любовь, и такого больше никогда не будет. В вас индоктринирован опасный миф о той самой или о том самом через средства различных мультфильмов и мелодрамах и лирических комедий. Вдоль и поперек ваш мозг таким образом пропитан. Это миф. Этот мир полон прекрасных людей. Он полон тех самых и той самой. Полон, понимаете, тех самых людей. Поэтому здесь вот это что значит для вас? Извлечь этот миф из себя и сохранять внутреннюю силу. Все в порядке. Признаки сепарации в межличностных отношениях. О чем это для вас? Удовлетворенность межличностными отношениями. Целостное представление о другом с его плюсами и минусами вне обесценивания и идеализации. Способность видеть в другом человеке личность во всем ее многообразии. Ответственный за свою жизнь. Что это значит для меня каждый из этих пунктов? То есть смотрите, речь заключается не в том, что я вам говорю, что каждый из этих пунктов значит. А вы сами каждый из этих пунктов, как пустую коробку, наполняете вашими смыслами. Разделять мыслительные и эмоциональные процессы. Интеллектуальное функционирование в форме рефлексии позволяет отслеживать и регулировать эмоции. Чем больше интеллект поглощен эмоциями, тем сильнее поведение зависит от эффективных импульсов, ситуаций и влияния других людей. Что это значит для меня? Это важный момент. Что ваша эмоция, будучи названной, уже не обладает над вами такой силой, когда она имя до этого момента не имела. Когда вы понимаете, что и чем вызвано ваше состояние, вы способны это назвать, вы способны об этом думать. И тогда эти эмоции не управляют вами, а вы управляете ими. О чем для вас? Хоть дневник здесь можно вести, что сейчас происходит, что я чувствую, что для меня является важным. Я составляю таблицу из двух колонок с точки зрения поддерживающих упражнений. Чем я отличаюсь от мамы? Чем я отличаюсь от папы? Я вношу в таблицу все отличия, которые я могу назвать. В интересах, увлечениях, пристрастиях, внешности и так далее. Что угодно. Я не описываю преимущества, кто лучше, кто хуже. Я описываю объективную разницу. Быть непохожим на все 100% на своих родителей – это нормально. Задача этого пункта – это признать и увидеть, а чем вы отличаетесь от мамы, чем вы отличаетесь от папы. Не с точки зрения, кто хуже, кто лучше, а с точки зрения просто нащупать тогда, а в чем тогда заключаетесь вы. Что тогда есть вы. Есть что-то ценное, что я разрешаю себе взять у моей мамы. Что это? Есть что-то, что я выбираю не брать у мамы. Что это? Выбирать, что брать, а что не брать – это нормально. Есть что-то ценное, что я разрешаю себе взять у моего папы. Что это? Есть что-то, что я выбираю не брать у папы. Что это? выбирать что брать а что не брать это нормально смотрите вот этот пункт может потребовать у вас целый день для самостоятельной работы и потом неделю об этом размышлять пункт 57 аналогично то есть вы можете это очень важный момент понимать чем я отличаюсь от мамы и от папы где есть и я тогда первое и второе что я выбираю брать благодарности у них а что выбираю не брать тоже важно вы я могу разрешить себе выбирать что брать в свою жизнь и выбираю а чему сказать нет все в порядке я составляю список несовершенств каждого из родителей того что отметили бы может и другие люди которые захотят честно их оценить это к тому что я признаю что мои родители имеют право быть несовершенными людьми стремление человека видеть родителей совершенными людьми может сыграть с ним злую шутку навеки оставив ребенком я разрешаю себе быть не идеальным я отпускаю свое желание всем нравится я работаю над созданием картины желаемого будущего человек прекрасно знает чего он не хочет но он зачастую даже и не думает в направлении того что он хочет открытые вопросы здесь каким выбираете вы быть во что выбираете вы верить что для вас является важным какими навыками способностями выбираете вы обладать как вы выбираете думать что вы выбираете делать как бы вы хотели чтобы протекал ваш регулярный день кого вы хотели бы видеть в своем окружении какие взаимоотношения с ними вам было бы важно строить что вы бы хотели видеть в своем окружении где вы бы хотели жить как бы вы хотели чтобы протекал ваш день Что в жизни для вас является важным? Какую ценность в этом вы видите для себя? Какое значение, смысл и ценность в этом вы видите для близких вам людей? Чем вы выбираете заниматься? Что могло бы быть вашим любимым делом? Что из себя могло бы представлять дело, заниматься которым вам нравится, получать от этого удовольствие, создаете результаты и зарабатываете деньги? Что выбираете вы предпринимать уже в ближайшее время в этом направлении? Вот это и есть работа над картиной желаемого будущего, вопросы я озвучил устно. Что представляет из себя моя индивидуальность? Недосепарация рука об руку идет с отсутствием индивидуальности. Как вы можете ее для себя структурировать, сформулировать? Я отделяюсь от объекта, который я назначаю главным по поводу суждения и моей ценности, и моей неценности, что это значит для меня. Отныне нет ничего, что может говорить мне о том, являюсь ли я ценным или нет. Есть только одна исходная точка координат пересечения осей, которая может решать, что я в любом случае ценный, и это я сам. Уже здрасте. То есть вы забираете у других людей их возможность выносить суждения касательно того, ценным являетесь вы или нет. Вы уже ценный. Мне никто ничего не должен. Что это значит для меня отпустить необходимость требовать от других соответствовать моим ожиданиям и требованиям? Мне в этом мире никто ничего не должен. Я никому ничего не должен. Что это значит для меня? Что я выбираю делать не потому, что я должен, а потому, что я хочу? я формулирую для себя правила которые действуют на моей территории как со мной можно а как нельзя это важно сформулируйте правила в вашей жизни как с вами можно а как с вами нельзя если по отношению к вам вы получаете движение которые находятся в списке так с вами нельзя сразу делать это известным и вы не боитесь после этого испортить отношения с этим человеком если вы сделали известным для другого что с вами теперь так нельзя и после этого эти отношения с этим человеком закончились я вас поздравляю вы победили я имею ввиду что вы получили ценнейший опыт и вам такие взаимоотношения даром не нужны которые держатся на манипулирование вами вашей безотказности я обучаюсь конструктивно отстаивать свои границы в общении с родителями и я могу объяснить им что правила изменились о чем это для вас безразличия а с точки зрения форму вы произошла такая-то ситуация я по этому поводу чувствую вот это мне важно попросить тебя вот это да теперь для меня это очень важно что думаешь по этому поводу то есть вы плавно при необходимости настойчиво подобно тому как капля за каплей точит камень делайте известные вашу точку зрения уверена с неким даже снисхождением понимая что стремление к равновесию и привычному положению вещей никто не отменял и здесь важный момент то что вы принимаете сопротивление другого человека но вы делаете известными ваши пожелания от малого к большему разрешаете себе говорить себе другим и миру что вы есть недосепарационный человек его нет вы есть когда вы проходите это отделение вы говорите да раньше было так теперь вот так безразличие к исходу встречи ровное отношение к победам и к неудачам что это значит для меня спокойное отношение и восприятие ситуации так что я в любом случае обретаю нечто ценное о чем для вас такое отношение к потоку жизни я могу показать родителям перечень новых правил и попросить их составить аналогичны в отношении их собственных границ если это необходимо что это за правило кроме того такого рода правила вы можете плавно внедрять его взаимоотношения с кем угодно это важный момент подчеркивать а не ждать что другие люди способны слышать ваши мысли или изменить свое повышение изменить свое поведение когда вы закатываете глаза нет надо говорить мои шаги в направлении моего взросления я могу их выполнить потому что мне важно их выполнить потому что в ближайшее время я я разрешаю себе поступать по-новому в привычных ситуациях я теперь выбираю в таких-то ситуациях поступать вот так-то поразмышлять ответить и в этом исследовании для меня самым ценным было что то есть приглашаю поразмышлять что было для вас самым ценам в этом исследовании и так 76 шагов для самостоятельной работы вот эти шаги это неоконченные предложения поразмышлять над их завершением и ответить на вот эти неоконченные предложения продолжив мысль что значит для вас ваше взросление ваша самостоятельность и ваша жизнь много идей прозвучало выше это процесс к этому уроку можно возвращаться снова и снова плавно работая над может быть каждым из пунктов посвятив ему один день допустим интересно какие открытия вас ждут тогда я чувствую радость завершая плавно работа над этим уроком время пролетело мгновенно уважаемые коллеги до скорых встреч пока интересно что было для вас самым полезным здесь ваше